Субтитры создавал DimaTorzok Отрезайте, но принципы обрезки помните, если эти ветки идут от штамба, оставляйте сучки, ну хотя бы сантиметров 10. И если это на скелетных ветках отсохли, более мелкие ветки, тот же принцип, оставляйте сучки, делайте по железу, никаких обрезок на кольцо. Кстати, иногда у меня такие примеры были, я когда-то даже в статьях еще использовал, но в то время фотографии были несовершенные. Вот на этих сучках вдруг, вместо того несет, появляются, казалось бы, сухие, но то же не зря оживут. Вот нижняя часть вот этих сухих веток бывает и живает, и тогда получается, что пошли расти. Жаль, нет под рукой этих фотографий, начали бы расти. То есть вот на этих сучках могут ожить почки. И тогда все в порядке. Их уже нельзя будет назвать такими, ну, опасными. Так, дальше. Хвойный особо высокий, сильно угнетает плодовая земля, высушивается хвойным очень сильно. Да, кто бы спорил, конечно. Конечно, конечно, вы правы. А, тут он отвечает на вопрос Марины. Как соседство хвойных сказывается на рост плодовых деревьев? Ну, если говорить, повторяю, подпишусь под письмом Александра и добавлю, что у хвойных главное что? У них почему-то маленький корень. Они не вот такие, они не захватывают гигантскую территорию. А вот даже у очень больших деревьев довольно маленький корень. Вот, но тени не дают. Так, наиболее к ним, это мои наблюдения, наиболее к ним, хотя бы не то, что они братья, так сказать, но вот интересно, что на той земле, которая была под соснами, а, допустим, она была каким-то образом культивирована. Ну, то есть сосны были там выжжены, вырублены, выкорчеваны и посажены плодовые. Аборикосы больше всего любят такую почву. Не любят, но, как бы, принимают такую почву. А так, Александр Судидель прав. Если дорогие, а, это опять он кому-то отвечает. Пропустил несколько вебинаров и не нашла ответ, что делать с козчиками, которые не взошли. Так. Поливать дальше или нет? Если поливать, то и проклюнуть, то, наверное, уже поздно, они не успеют вырасти. Оставить так, а что, смотрите, я ответил. Если дорогие, соберите по холодильнику, которая тяжелая, легкие выбросьте, из тяжелых на второй год зайдут. Можете грядки оставить, то схожесть будет на второй год, конечно, исходит только весной. Ну, что, все правильно. Можно и выкопать, так делают некоторые. Можно оставить, но, понимаете, все зарастает травой. Когда с травой борешься, поневоле и козчики эти куда-то исчезают. Вот. Ну, если все-таки... Ну, в общем, второй год схожесть не та, но есть. Все правильно. Вот. И опять, я смотрю, тогда наоборот. Тогда надо было сверху смотреть, что ли. Я же сюда с них вылистаю. А, нет, правильно. Пропустил несколько вебинаров. Так, карликовый под... Это что, вопрос задает смотритель, карлик подводит абрикосов, что это? А, вот. Видимо, пошло все с тест-слилингер. А сейчас смотритель уже реагирует. У меня растет абрикос-релепут, привыкли на карликовый подвой. Высотой мне по пояс. Место не очень, кстати... Сейчас будем разбираться. Место не очень удачное. Мало дает плоду. Можно пересадить на другое место у каменной стены тепловой подушки. В мои термины. Так приятно. Тепловая подушка. Сколько уже у меня их пошло в эту, в науку. Ой, в антинауку. Как это сделать с наменьшими потерями? Или лучше перепривык, чтобы лилипут обратился нормально? При этой ветке могут мощно пойти в рост. Спасибо. Так, увеличиваем. И смотрим. Значит, тут такой нюанс. Вот, понимаете, я смотрю по листьям, да? Какой-то неправильный. Интересно. Первый раз такое вижу. Ну, прибивка лилипута, это, скорее всего, карликовый подвой. Вряд ли это абрикос подвой. Что-то такое, что придало ему и крону такую. Интересная вещь. Я уже считал, что я все знаю. Я вас поздравляю. Я вижу плоды. Пусть немного, но есть. Вот. Если смотреть по коре. Допустим, тут немножко на вишню похоже. Листья вроде бы абрикосовые, но какие-то неправильные. Я такие показывал Елене Уссадне. Вот. У нее тоже, у меня растут абрикосы бродского. На них уже есть плоды. Но еще пока рано судить. А на некоторых из абрикосовых, да. Ну, плоды странные. Влияние чего-то. А вот. А это, кроме Юрия Васильевича, и не знает никто. Вот плоды будем разбираться. Здесь что получается? То у нее подвой. Все зависит. То, что вы можете перенести на нормальный абрикос, это переносите, ради бога. Почему нет? Что он вам даст, этот карлик? Вот смотрите. Абрикос. Вот вам показать бы. Мои фотографии. Это чудовище. Это здоровенное дерево. Это урожай. Пять, десять, двадцать ведер. Это порядки вещей. Ну, не каждый год. Я никогда не это не привлечу. За двадцать ведра может потом год быть пустой, а потом год пол ведра. Матарсы тут уж извините. Сейчас не бывает. Но вот для меня вот это вот, это как, ну как сказать, ну уродец что ли. Не просто карлик там или пут. Кто этим изгаляется, кто этим занимается. Допустим, это подвой. Допустим, он не абрикосовый. Ну, понятно, сдержанный рост. Можно специальной работой, все-таки каким-то образом приучить абрикос к терну, к сливе, допустим. Даже к вишне. Даже к войлочной вишне. У нее же этот самый, довольно, очень сдержанный рост. И получилось вот этот иллипут. А вот эти свойства даже закрепить можно. Это, к слову, а викетативной организации, которой нет. То есть человек может говорить, викетативной организации нет, а сам вырастет такой карлик, да. Нормально. Вот. Поэтому вот кроме общих разжигений у меня пока ничего нет. Да. Нравятся плоды? Берете ветку, переносите на нормальный абрикос. На сеянцевый. Раз. Допустим. А с этим, ну, кто-то ж, откуда ж он взялся? Вы уж будьте добры, и нас научите. Вот. В том плане, что, вот, написано, карликовый подвой. А что за подвой? А то, что мало плодов дает, а кто же вы пилит-то этого? Карлик-то. Ладно, пока общий разговор получился. Малая информация. Так. Вот тут, наверное, опять кто-то задавал вопрос. А, ну, ладно. Почему груз чернеет ножки? Господи, еще и чернеет ножки. Никогда не было. Высадила семечки, выжил один саженец, второй был бана. Остались шернить листья. Заметил, вокруг сильно вытягиваются ножки. Если не подвязать их вовремя к опоре, то ножки стончаются. Все из жизни такое не знакомо. Так, погодите, а вы же что, садили все в горшки, что ли? В горшках особый случай, особая среда. У них всегда так. Или сухо. Не имея связи с почвой, у них два варианта. Сильно сухо и сильно влажно. Вначале гниют, потом сухо. Потом гниют, потом сухо. Вот. Если вы имели в виду вот это вот, вот у вас чернеет, то я вам скажу, что выращивание в горшке, это уже аномалия. Просто аномалия. Вот. Обычно как? Ну, груш я беру, я еще не смотрел, что смотритель прочитал. То есть, ответ вы сапронов. Я пока как хакас вижу, что пою. Так вот. Здесь получается замкнутое пространство. И ненормальное состояние. Вот. Чуть-чуть здесь заглублено. Потом гниение начинается внизу, передается вверх. Один вариант. То, что вначале, когда поливают, тут сильно сыро, а потом быстро-быстро становится сухо. Под землей всегда, даже горшки, они же какое свойство? У них же очень большие дыры. По крайней мере, в наших горшках, что мы с Сергеем выращиваем. Вот. Там очень большие дыры. И то, я заметил такую тенденцию, когда в горшках, вот, видно, что земля сухая. А рядом земля, тут же возле горшка, сырая. Почему? Потому что он изолирован. Это ненормально. И вы в данном случае выращиваете в ненормальном состоянии. Вот. Этого не должно быть. Теперь посмотрим, что специалисты скажут. Вот. Для меня оба из Сафронова. Смотрите, специалисты. Сажать груши в грунт, без баночек. Ну. Соли будет крепкие. А чернеет, погибает? Считаю, это просто больные или хилые. Ну, не, ну, хилые больные, но не все, что у него больные. Так. Соли и груши могут чернеть и даже трескаться. Вот. Вначале родные. Ну, у нее тут очень инвалид. Надо ждать, пока сеет, что весь не умрет или выживет. Ну, в общем, в принципе, Александр прав. Без баночек и коробочек. Так. Сафронов. Я остался с такой ситуацией. Семена были заглублены, потом откопаны. А основание было ослаблено белого цвета. Формировалось под землей. Все это в течение большого времени уже на открытом грунте чернеет и гибнет. И это тоже, это как один из вариантов. Вот. Как один из вариантов. Может быть, вы и правда уже откапывали его. Может, и откапывали. Ну, что, закончились вопросы. Так, по-моему, мы снизу вверх смотрели. Скажем, ладно, вопросов все меньше. Значит, чего-то мы добились. Вот. Чего-то мы добились. Ладно, мы будем считать, что мы сегодня закончили. Так. Где у этого самого наша Тессингер живет? Уж больно. Фамилия неправильная, нерусская. Так. Значит. Заканчиваем на сегодня. Мы именно в следующую субботу встречаемся. Вот. Я очень хочу. А ладно, уже мы это проехали. Я очень хочу, чтобы наши дети не болели. Я хочу рассказать, как это сделать. А то, кажется, приехали мы. Концентируем факт, что дети все больные. Уже к школе. И никто палец о палец. Кроме придурковатых этих отчетов перед Путиным. Все в порядке. У нас более растет количество этих больниц. Кстати, не растет, это тоже вранье. А вот как детям вернуть здоровье, поговорим. Так. Это будет первые 10-20 минут. Заранее предупреждаю. Не нравится, не включайте компьютер. Но я должен высказаться. Вот. Теперь, Антон Олегович, просьба, пришлите мне ссылку сразу. Я утром посмотрю, что я тут наговорил. Я забываю сразу. Мне надо готовиться к следующему вебинару. Вот. А еще, знаете что, есть еще не поздно. А, не поздно. Мы с вами опять половину заготовленного посмотрели. Вот. Посмотрели. Важнейшая тема. Важнейшая. Опять один против всего садового мира. Никто не замечает, что почек разный морозостойкость. Ну все. До свидания, друзья. Спокойной ночи. Извините, если что не так. Просто я очень боюсь, что однажды мы больше с вами не увидимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.